Обманутые люди или те, кто до сих пор верят в чудо, в Оренбурге появились новые пострадавшие от финансовых пирамид. Кредитория внезапно прекратила свою деятельность, так и не расплатившись с кредитами, которые ей за определенную плату переуступили оренбуржцы. Скольких людей прельстили заманчивые условия и что делать тем, кто уже отдал свои деньги, выясняла Наталья Голикова. В свое время оренбургская финансовая группа-кредитория гордилась своими достижениями. Но что мы видим сейчас? Закрытые двери, неоплаченные счета и толпы обманутых вкладчиков. Некогда доверившие свои деньги люди бьют тревогу. Финансовая группа-кредитория закрылась, а кредиты как были, так и остались. Свою работу финансовая группа начала еще в 2012 году и поначалу работала исправно. Клиенты оплачивали услуги сопровождения договора в размере 20-35% от суммы кредита, а кредитория обязалась гасить всю оставшуюся сумму. Только это весной руководство кредитория поделилась с корреспондентами Орин ТВ, что за клиентов было выплачено более 200 кредитов. Вот правда, как только количество человек перевалило за 200, заемщиков ждал неприятный сюрприз. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Михаил как раз и купился на те самые 20%. На рискованный шаг мужчину подтолкнули долги по кредитам и нехватка денег. Ведь отдав маленькую сумму, забываешь про весь кредит. По крайней мере, так обещали в кредитории. Восемь месяцев, получается, они платили без задержек, претензий вообще никаких не было. Потом начали платежи пропадать. То есть в апреле месяце уже как бы у меня вот на данный момент три кредита оформлены. Из этих трех кредитов один был в апреле месяце проплачен. Ну и в принципе платежи закончились. В общей сложности мужчина отнес более 50 тысяч рублей. Но себя он называет еще везунчиком. Ведь были и такие, кто закладывал деньги по ипотечному, немаленькому кредиту. Уже более 20 человек написали заявление в полицию. Видимо, поэтому теперь в дверях финансовой группы вот это письмо из УВД. Только кто его теперь прочтет? И как быть тем, кто купился на красивое обещание, потерял часть денег и остался с долгом? Стандартно все. То есть исковое, суд, ну и потом далее. Другое дело, что там осталось внутри к этому времени, понятно, что никто это не делал для того, чтобы потом раздать деньги обратно. То есть это все подразумевает какое-то снятие какой-то маржи и, соответственно, люди что-то потеряют однозначно. А 70% от кредита это как большой доход, да, то получение такого дохода всегда, это аксиома, всегда связано с большими рисками. Но шумевшие истории с подобным древпромом, да и с той же финансовой пирамидой МММ утихли совсем недавно. Оренбуржцы продолжают верить в легкие деньги. И ситуация с кредиторией еще один тому пример. Наталья Голикова, Петр Рукин, Орен ТВ.